хочу поприветствовать сегодня пастора павла храм святой екатерины до евангелической литеранской церкви церкви ингрии храм святой екатерины но в российском это местная религиозная организация евангелической литеранской общины города мавороссийска павел прошлый год встречались вот год прошел много изменилось прежде всего на политическом вашем подписи ну и разумеется наверно как и везде во всей нашей необъятной родине много чего изменилось мне кажется все практически изменилось если сравнивать с прошлым годом ну наверное прежде всего как мне кажется изменилось правосознание у многих в той или иной степень но тем не менее конечно же изменение очевидно ну вот вашей политической карьеры подожили выбор да тогда были выборы ну ну в целом неплохой был результат приветствую вас дорогие братья и сестры меня зовут павел ткаченко и я кандидат муниципальные депутаты по 13 округу города героя новороссийской одержали победу те кто ну наверное все таки должен был в определенной политической ситуации одержать вверх такова жизнь сейчас вот градус какой-то политической активности меня суден к минимуму вследствие там разных событий не только вот последних до связанных с сло и мы так далее просто как мне кажется сейчас время в большей степени не столько политических действий да сколько наверное работы с людьми в плане укрепления их веры вот этот мне кажется тут тут нужно приоритеты правильно расставлять и конечно же мы необходимы там где есть слово божие которому внимают где люди способны на какие-то христианские поступки и мы конечно должны прежде всего своим примером содействовать вот этому духовному развитию как мне кажется я знаю в прошлом году вас приглашали москву чуть ли не циката ну приглашать то приглашали да но дело в том что я себя не вижу как некий мэтр политического формата там федерального масштаба я довольствуюсь тем что я неплохо знаю и там где я наиболее собственно говоря могу пригодиться тем более что мои политические убеждения они не всегда коррелируются с генеральной линии скажем так поскольку в общем то еще раз говорю я в большей степени конечно социал-демократ левого формата такого да то есть всегда на этом настаивался как говорил что я никакой не сталинистый верный ленинец там и так далее все равно больше паспорт ну раз не оставили ни храм не свою посту нет конечно но я не считаю это возможным пока я могу говорить слово я полагаю что я умею это делать и мне достаточно уже большой обширный опыт пасторской работы которая в общем-то у меня делается на как обычно на голом энтузиазме вот так вот скажем да вот ну за год тоже прошли какие-то изменения я знаю что ваша община вы из вышли из-под немецкий юрисдикции скажем в кавычку надо вот церковь да но это чуть больше чем год прошло уже по третий год когда мы находимся под юрисдикции церкви ингрии но это было мотивированное собственное решение прежде всего связанное с не принятием либеральных определенных ценностей которые мы полагаем в церкви не могут иметь место ну и рядом других обстоятельств которые были наверное обоснованы с точки зрения церковной политики потому что как показала впоследствии практика и я собственно говоря другого и не ожидал в действиях бывшего архиепископа ел ц россии господина брауэра который просто-напросто бросил свою паству и представляет собой некий формат нового оппозиционера что совершенно соответствует чувствительность была поразительная такая история вдруг он оказался видимо подошел удобный момент когда он мог вернуться в фатерланд да мне так кажется что никакой политической мотивированности в его поступки не было да 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 совершенно верно то есть это вот 2 личность да и его которая проявила и нашла свое подтверждение в дальнейших до его поступках по отношению к церкви по отношению к общинам по отношению ну собственно говоря к тем кто ему доверял хотя я не думаю что много кто-то ему мог чего-то доверять я полагаю что чисто меркантильный личностные интересы конечно никакой не оппозиционер это совершенно явно быть быть при власти до входить в президентские советы хлопать в ладоши и петь а саму лидеру ну не знаю насколько он патриот вот то что вам не насколько патриот в этом я абсолютно убежден но может быть там тоже куда-то вели уже в какие-то советы тоже я думаю это маловероятно да потому что сам по себе он мало чего из себя представляет ну хорошо знает немецкий язык да но это пожалуй его самое большое достоинство как его уход сказался на вообще на немецкой части ветеранской церкви по-разному по-разному я думаю что даже немецкой церкви да есть трезвомысленные люди есть неплохой актив насколько я знаю нынешний архиепископ очень достойный благородный знающий умеющий работать работать в таком федеральном масштабе формате я думаю что все у него получится на самом деле не было предложений нет 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 но у меня позиция я же еще раз говорю даже если вернуться я не представляю это возможно вследствие определенных ну каких-то догматических установок до которые ну для меня не являются приемными не только для меня я прежде всего ориентируюсь на общину да вот потому что быть эгоистом в этом смысле не самое благородное потому что решение еще раз было продиктовано не мною это было коллегиальное решение не только совета да но и общего совета собрания вот сегодня когда вы вошли в церковь ингреди я знаю что только за этот год уже епископ иван лаптев уже несколько раз три раза приезжал да да три раза приезжал я по фейсбуку смотрел с пасторским визитацией да 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 конечно духовное окормление но чувствуется безусловно вот возможности реализовать какие-то совместные проекты в общем то и быть не оторванным от общин да наоборот но принципу тиранской церкви мы же строим церковь не сверху вниз а снизу вверх да то есть что что а безусловный пробств наш южного пробства валерий антипов и иван сергеевич лавкев до наши епископ уделяет достаточно большое внимание окормляем общины слушай но это очень интересный принцип чтобы снизу вверх строить церковь от которого большинство протестантов сегодня скажем так писядники харизматов баптист вообще отказались строится все сверху как вот есть модель государства задали мы копируют просто модель получать церковь венгрии идет совершенно другим путем и нет давления нет 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 у нас стороны властей скажем нет нет у нас конструктивный диалог с властью мы никогда не делаем каких-то громких политических заявлений что-то может нам не нравится люди разные да что то нравится и мы пытаемся вот не дискутировать на политические темы внутри храма это для этого есть другой формат для этого существуют определенные нарративы до которые люди вольны использовать в своей допустим политической какой-то работе может быть идеологии в этом нет ничего плохого взгляд каждый выражать в то мнение которое он считает для себя наиболее приемом вот и давать какие-то оценки этим людям но я считаю что все-таки на придерживаться той самой заповеди да не суди да не судим будешь я хочу обратиться где-то их убрать епископа почетный да я так понял стал ну насколько я знаю что он там эмиритус наверняка да но все-таки это определено уставом насколько я знаю церкви но реального участия в духовной жизни свои паства условно говоря ну конечно же ну вот знаете у меня как вопрос вот с уходом дитриха там же в петербурге были скандалы вот насчет вы сказали что церковь да начнет насчет скажем так лгбт повестки а я этого не сказал ну да близко к этому подошел сегодня например новое руководство ветеранской церкви скажем так немецкой она она какое она также будет придерживаться либеральных этих ценностей и продавливать лгбт повестку или все-таки они вернутся к традиционным ценностям чем может быть возвратят сердца настоящих ветеран к себе хочется верить что конечно они уберут вот лгбт повестку из своего скажем так из из тех действий дать которые не то чтобы пропагандируют и не хочу этого сказать да но относятся к этому симпатии миска говорите или назначить священника которую все знают открыты ну конечно никак это никак не приемлемо для нормальной церкви где присутствует духовная жизнь я думаю что нынешнее руководство конечно пересмотрит некий формат общения с представителями лгбт сообщества я думаю что вещи которые были допускаем и прошлым ну скажем так руководством ветеранской церкви россии в немецкой традиции все-таки уйдут в небытие я надеюсь на это все во всяком случае я ну немножко знаю олега проворова до нынешнего архиепископа еще раз говорю это достойный служитель это грамотный человек я надеюсь что конечно же был принят какие-то управленческие решения в том числе под ваш храм храм святой екатерины я тоже ну меньше года назад я был в питере и мы высветили ну я впервые с таким столкнулся что церковь немецкая выставила храм святой екатерины там в питере на продажу я был там звонил риэлтору разговаривал провели там много времени кстати я звонил брату дитриху брауну так и не ответим на телефон но не привычках отвечать на телефон да но вот как вы думаете вернуться они к этой практике потому что я знаю здесь где-то по югу было тоже хотели вернуть себе храм на продать его ну вроде бы в симферополе или севастополе насколько мне известно в крыму да у них какие-то были попытки что-то там продать что-то там насколько неизвестно опять-таки я вы же учились там я учился в семинарии конечно и закончили ну печально понимаете печально ведь наоборот как бы есть запрос на получение систематического теологического образования да есть какие-то партнерские на всяком случае были какие-то партнерские контакты в конце концов есть прекрасный профессорской преподавательский состав среди которого кстати заместитель архиепископа доктор теологии антон тихомиров конечно печально может быть это обусловлено какими-то опять-таки подчеркивает мой домысел я не утверждаю ничего ну ситуация крайне печальная да с имуществом церкви у вас то есть какая-то информация продали не продали насколько мне известно то есть вопрос окончательный вопрос продажи не решился чем это связано я не знаю может быть за документами какие-то проблемы может быть еще с чем-то слушайте ну вот переходя к новым песку к ивану лаптеву я его знаю тоже дружим для меня это удивительный человек который показывает сегодня в север протестантской россии который не сидит дома не указа не строчит никакие не занимать ордена себе не вешает он постоянно в движении постоянно в работе ездить посвящать церкви устраивает очень много разных программ и своим личным примером зажигали это он такой по духу как евангелист узнаете мы не все родили рождались ветеранами до кого сложились с ним отношения у меня были крепные отношения на самом деле я всегда чувствую и пастырскую поддержку опеку опять-таки участие в каких-либо мероприятия на то есть абсолютное понимание на сто процентов до тех вопросов задач в том числе имущественного характера нам оказание какой-то помощь и так далее да потому что мы всем известно что ваша церковь не является иностранным агентом в том смысле что она не получает никакого финансирования со стороны там зарубежных партнеров да и мы целиком и полностью ориентируемся на свой внутренний рынок да и что тогда как-то вот пытаемся и в целом неплохо выживать будем надеяться что в этом вот именно в таком вот формате и будут дальнейшие взаимоотношения которые безусловно ну найдут свое дальнейшее развитие в рамках опять-таки ряда проектов до которые мы можем совместно реализовывать в частности там по отдыху каким-то вот лагерям детским до на берегу черного моря конечно такой отдых можно делать вот мы планировали я не знаю но всем случае последняя визитация епископа речь шла о пастерской конференции которую мы хотим провести у нас здесь вот я думаю что у нас это получится у нас красивый больших огромные пристройки я я не ожидал увидеть я думаю только храма тут у нас здесь достаточно много и мы находимся в состоянии перманентного перманентных вот этих вот реконструкционных и реставрационных до работ наверное сложно столько денег должен вытягивать его что делать но пока у нас это получается и слава богу вот я думаю что у нас будет получаться неважно я тут буду или кто-то еще будет да но мы не будем останавливаться на достигнутом будем развиваться в векторе как духовного роста да так и материальность